ну лучший вариант наверное это сдохнуть большинство вообще ничего не знает этот человек меня пытается развести просто по-черному же щуки я еще в минусе на одну тысячу буду чтобы он сдох там дурак это я дурак ее привет чуваки с вами стенд лютер и друзья это новая серия пути бомжак миллионеру сегодня буду перепродавать две эти тачки я купил очень дешево и не знаю может быть я их продам на бу рынке а может быть я из дома у тебя не знаю посмотрим сколько это все будет стоить сейчас я хочу попробовать быстрый перекуп я чуваки даже не успев поставить оборудование без камеры просто по-быстрому купил эти две машины я просто пришел на бу рынок вы посмотрите сколько там тачек у меня на моем мощном компьютере здесь лагает я не знаю кто должен быть компьютер чтобы не лагал друзья значит как я их вообще купил этим вечером у меня была цель за один заход найти машины для перепродажи и продать сегодня же на то он и быстро перекуп чтобы быстро зарабатывать деньги потому что как вы знаете я уже и сказал перекуп это такая штука что ты можешь стрелять на очень много дней и поэтому я начал искать машины именно по этому параметру я нашел opel который купил за 50 тысяч а также луазик которую мне продали за 25 тысяч рублей ну что вот вы сейчас и узнали какие купил друзья давайте посмотрим их pts так смотрите opel ascona первый автомобиль который находится справа у него гос стоимость 130 тысяч пробег 116 километров в час ноль износу эту тачку я купил за 50000 было два человека которые их продавали за 80 и за 70000 но я хотел за 50 они не соглашались но появился чувак который мне просто взял сам предложил 50 я забрал за 50 даже не торговался потому что понимаешь подойдут перекупы начнут повышать цену и давайте посмотрим птс на у вас 0 износа 6 бега 80 тысяч гос стоимость я у купил за 25 но честно вам скажу это еще смотрел там чувак один за двадцать одну тысячу продает уже полчаса не знаю продал он его или нет но это бред это ниже утиле я не знаю почему он не поехал на утиль а сидит здесь для свое время за тратить берем этот уазик и уезжаем потому что я знаю что это неблагодарное дело я уже как-то пытался тачки по цене утиля продать на бу рынке а тут я как вам уже и говорил анш я думаю вы уже забыли перекупы на низком классе это такие перекупы которые делают вид что они все знают на самом деле это большинство при вообще ничего не знает это просто люди которые хотят торговаться несмотря на то что тачка реально может быть очень дешевый вот этот чувак может реально за даром отдавать машину он ее не возьмет а он пока не с торгует там 20 тысяч не возьмет хотя на самом деле если этот чувак назначил бы цену на 30 тысяч больше чем он сказал бы этот перекуп сбавил бы 20 забрал бы понимаете короче это интересная тема я очень много чего вырезал какие агрессии этих перекупов которые реально ничего не шарят ну шо чуваки наконец-таки я подъехал вы не представляете для вас это прошло две секунды а я сюда наверно полчаса ехал это тарантайка чтобы вы понимали едет где-то 90 километров в час максимум это жесть я вот представляю если я сидел бы здесь выжидал бы людей которые относят тачки на утиль и перекупал бы там на 5000 дороже я думаю ни один владелец луаза не согласился бы потому что он бы сто раз проклял бы эту машину пока сюда доехал бы муж ники деньги не нужны он отдал бы ее за утиль и все так ладно не суть чуки сейчас самое главное я не знал и до сих пор не знаю я вам говорю честно сколько стоит утиль на этих автомобилях и я чисто на свою чуйку рассчитывал и сейчас посмотрим буду ли я в плюсе или нет потому что может быть 35 может быть 30 может быть я вообще ошибаюсь я не знаю давайте чекнем луаз вы получите 24000 серьезно 24000 24000 получается смотрите у меня гос стоимость 80 значит не треть же щуки я еще в минусе на одну тысячу буду да не слушайте я конечно же могу поехать потом на бу рынок и попытаться продать 24 но просто не за 25 а если мне никто не захочет брать и будут предлагать по 20 к тому чоку короче смотреть что предлагаю сдаем ее на утиль ну в баню я в минусе все-таки на одну тысячу оказывается стой дам больше утиля если ты чего хочется слить в приору в утиль то я дороже короче чайки пусть я буду в минусе на одну тысячу зато то время которое я проведу с этим лазиком может быть я это время не проведу зря а куплю какую-нибудь другую машину и заработаю в это время так скок новая 0 пробега а гос 300 утиль сколько предлагает 150 половина тип да ну у меня лаз 80 к стоят 24 предложила не надо тут короче мне развести хочет чтобы я купил дороже но 150 150 ее продавать максимум надо дороже 150 нет смысла давать ну как хочешь я 110 к даю 150 гол цена утили у нее меньше стакан это точно а за 150 к нам будет дешевле купить можно это человек меня пытается развести просто по-черному но я не думаю что он не продаст может мне вообще не хочет сдавать а он ее хочет продать по нормальной цене начинает не втирать типа от утиль братом 2 бери по утили хотя он просто поедет на бу рынок и там же задержите не будет продавать а то невыгодно сейчас ехать на рынок и т.д 0 пробега лод дешевле не купишь при мне за 110 к продавали две штуки короче многие щеки говорят вот смотри мне 0 пробега так это чё чувак ты из рулетки вебал что удивляешь меня такие норм под тут 0 пробега короче короче смотри тем что последний раз 110 к хочешь поехали беру или сливай потому что ну 150 я не какой-то лоб чтобы я прям повелся на это все дурак это я дурак побежали на буху рынок правда я не знаю какие до бегу потому что ну лучший вариант наверно это сдохнуть ну что чуваки последняя надежда на этот опель конечно же я не буду сегодняшние торги заканчиваясь только на нем если я смогу продать быстро то я подыщу еще одну машину попытаюсь третью продать потому что как я говорил это быстрый перекуп но это перекуп за один день один у нас еще не закончился у нас есть еще до конца дня пару часов потому что сейчас уже 10 часов ночи но фактически считайте два часа если два часа успею быстро продать эту тачку таки если нет то я не знаю может быть остановимся на ней больше ничего не буду покупать ну посмотрим хотя можно будет совместно с этой тачкой посмотреть что-то новенькое но будет риск что я просто куплю три тачки и они просто у меня останутся ё-моё он же сейчас все разбить может я влечу 1000 на 10 и весь день потрачу чтобы он врезался уже я вижу как он врезался чтобы он сдох там нет он не сдох он обратно едет ё-моё чё делать только бы не разбил только бы не разбил а он еще ремень одел но у него мало хп все равно он были сейчас он спрыгнет нет не спрыгнул он обратно едет чуваки я его вижу кажется это он зашел магаз на моей тачке чтобы полегаться наверно час он обратно вернется очень быстро надо успеть я не знаю может быть это не моя тачка может быть я ошибаюсь да походу это он да это он вот говню сейчас я его убью иди сюда сейчас живы наверно вот такие крысы они обычно еще и живей пишут драка 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 питерская все 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 сейчас он же байки нет поэтому уходим все убежал подлый трус он возвращается чтобы тачку угнать опа не получилось не фартанула при газоборба тебя задавлю ты сдохнешь а поздно 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 каешься иди сюда и здесь все ладно чуваки едем пока это чем-то плохим не закончилось для меня от админов ставим нашу тачку и начинаем торги по рома бобби подходит сколько 75 к думаю нормальная цена 50 к новая мало бери копейку сокра чему что-то такое мы написал давайте покажем потряс еще денису так еще к нам подходит лакс паласио он сейчас продал свой лазики походу хочет купить мой вопель а нет он продает бизнес походу я в проигрыше покупателей вообще никого абсолютно только power перекупа у которых 15000 предлагают а денис 60 хочет и больше никого абсолютно вообще я не знаю что мне делать хотя хотя постойте я вот вам говорю подошел султан 75 к новая цена низкая карпа 128 но я думаю это перекуп он мало предложит но все-таки а вот султан что знакомые вам скажу я как будто его раньше уже видел не могу вспомнить как будто он мне покупал уже что-то я не знаю сколько максималка не помню точно но прет трезво на я реально максималку до сих пор я не замерял честно вам скажу не знаю вообще знаю что вроде норм едет можно поездить да только если рил брать собираешься да сейчас рвс будет поедем ща ща все будет давай а вот она я уже испугался а что если она заспаунилась и здесь а в другом месте я думаю ну все в капец слушать надеюсь это чувак не к это мошенник потому что вполне возможно стоит чуть дороже жигули а едет получше ну и выглядит лучше ща мы ему начинаем говорить так вот одобрять всего подбадривать чтобы он реально захотел эту тачку взять потому что ну знаете надо дать комплимент этой тачке так интересно что он мне предложит прикиньте вот такое тормозит и говорит 40 тысяч ну как часто это бывает давай покажем ему карпас потому что он даже не посмотрел на него но чувак честный просто взял приехал покатался сорян да мне не зашло так за такую цену это хорошо быстрее тачек нет а 140 хочет ну за 140 надо два раза больше денег заплатить сколько говоришь это надо серу за 150 к брать а моя 75 к дам за 70 ну может быть подбодрим его но я думаю все таки он откажется 60 не получится были иных за 80 продают давай за 65 и ладно солью тебе но не меньше если сейчас заберешь блин я думаю он заберет хотя бы мне если честно ссыкотно честно скажу очень ссыкотно не го 130 давай хотя бы 67 ладно салмайкар 67 раз два три так я же сказал 65 я чуть не хочет он походу ошибся так 128 за 67 пожалуйста что он отказался блин а сколько его потом продам фух ну я его ободряю смотрите им написал ну и по 80 продают я подешевле сливая думаю 70 70 к спокойно ладно 2 за 65 по рукам вот жук вот жук боже почему я так волнуюсь здесь не знаю почему но я почему-то волнуюсь при продаже этой тачки 65 все я так рад чуваки конечно я понимаю я понимаю что я продал за нормальную цену удачи тебе конечно же султан просто я волновался что они смогу из сегодня продать вы посмотрите сколько народа вы посмотрите и этот султан еще брать изначально не хотел сколько народа я смог его продать и очень рад что я смог его продать потому что блин я думал я уже все я не смогу по-быстрому заработать останусь до завтра весь видос пойдет коту под хвост но блин я если честно очень рад что я смог я сейчас продать и убедил самое главное убедил его потому что он не хотел но я все-таки благодаря своему убеждению смог его убедите он купил эту тачку и он купил в принципе за нормальную цену я вот ему я его не обманушь он продаст за 70 потому что эта тачка стоит своих денег но для меня цель не стоит три дня и за 70 продавать понимаете я вам вот что скажу перекуп это как шоу классная штука но как зарабатывать самому вот реально зарабатывать это очень сложно потому что вы будете зарабатывать намного медленнее чем все остальные на этом сервере кто работает конечно же это намного интереснее намного нервотреп не относительно но ты зарабатываешь намного меньше если ты любишь по-настоящему это делает и адекватный то прикольно этим заниматься если тебя интересует сам процесс а не сам результат то есть деньги то можно заниматься этим а если ты только ради денег чуваки не надо я для этого есть высокий класс поднимать варки хотя бы средний там тачки за лям полтора уже есть смысл перепродать а вот эти были я хоть и снимаю но я уже подумываю чтобы устроиться на какую-то работу потому что на одном перекупе я буду очень долго подниматься как вы видите бывает очень крутые дни когда ты понимаешь там по стока или даже больше у меня было а бывают такие дни как вот сегодня что не прет и я снимаю перекуп честно все какие-то самом деле никаких постанов я вам хочу показать что перекуп это не всегда так круто как вам может показаться перекуп это то что вот вы видите даже сейчас это вполне реальная практика поэтому не думать что это так просто там подошел купил и продал о все ерунда нет это не так и надо еще уметь продать потому что как вы видите бывает встреваешь и капец все чуваки давайте подведем этот видос концу с вами был стенд литер я в плюсе на 14000 но он там чуть меньше потому что мне еще были расходы за gps когда я тачку искал ну не суть я думаю вам понравилась эта серия ставьте лайк подписывайтесь с вами был стенд литер всем спасибо за просмотр пока